Ты уверен, что это именно он? А вдруг директор фабрики? Или Фельдман? Мы не имеем права на ошибку, ты понимаешь это? Фельдман, Фельдман. Завскладом готовой продукции. А, Погорелец. Мне на него еще Левкоев жаловался. Значит так, два варианта. Я работаю с Фельдманом. Ты выходишь на Лобанова, но аккуратно. Насколько я понимаю, у него крутая команда. Слушайте, ребят, они там насчет детей что-то говорили. Может быть... Уже? Ну, тебе-то совсем просто. Вот тебе я... Да, я слушаю. Товарищ портной? Да, это я. Не перебивайте меня, пожалуйста. У вас я слышал несчастье, я вам могу помочь. Простите, что я должен делать? Приезжайте через 40 минут к южной стороне старого кладбища. Только один, товарищ портной. А то у нас не склеится. Они? Нет, не похоже. Кто? Предлагает помощь. Так, через 40 минут я должен быть один у... ...старого кладбища. Муха, давай ключи. Не говори ей, поедем вместе. За километр Выс уже не увидит. Конечно. Уберите, пожалуйста, свет. Очень большое горе. Очень большое. Я не знаю, где мальчик, но, может быть, вас интересует, где завтра соберутся люди, причастные к этому делу? Что я должен сделать? Я не большой человек. Это единственный шанс в моей жизни. 30 тысяч. Завтра, утром, здесь же. Меня устроят. Ты не боишься, что я тебя сейчас придушу, и ты мне все даром расскажешь? Не боюсь. Убери свет. Тебе сын дорог? Меня ждут. Лишний шум не нужен ни тебе, ни мне. Завтра в 8.00 здесь же я пошел. И у вас, и у меня работа. Да, кстати, кейс под кустом. Обычные москвичные номера, заляпанные грязью. Преследовать не имеет смысла с пугнем. Подобьем бабки. Каппаратура на две. На книжке 500. Плюс машина. У нас дача тысяч пять, мотоцикл тысяча и... Спасибо, ребята. Но все это мы реализуем через неделю, не раньше. А надо завтра. Вернее, уже сегодня. А меня в расчет не берете? Да откуда у тебя-то принципиально безработного деньги? Здравствуйте. Не спеши маленько, сейчас придем. Здравствуйте, Леон Сандорович. Я к вам. Не узнаете? Я Ларин. Николай Ларин. Че подумай. Не жените меня. Не жените меня. Не жените меня.